Всем привет! Смотрите как восстановить данные с дисков массива X-Ray, нас устройство Netgear, как активировать FTP протокол и как настроить сетевую папку вроде нас. В данной модели устройства от Netgear ReadyNAS диски, которые к нему подключены и используются для хранения данных автоматически объединяются в массив X-Ray. Данная технология организации дискового пространства автоматически использует весь неиспользуемый объем, который можно сделать избыточным, независимо от сочетания используемых накопителей. Все функции сервера контролируются операционной системой на базе Linux, которую Netgear называет операционной системой Windows. Устройства Netgear можно разделить на две группы. В первую группу входят устройства, выпущенные до 2013 года с версиями операционной системы до шестой версии NAS OS. В этих устройствах хранение данных организовано таким образом. Диски разделены на разделы, которые объединены в RAID с MD. И затем MD массивы объединяются в введенный том LVM. Что касается файловой системы, то в таких конфигурациях используется файловая система EXT. Во вторую группу уходят устройства, использующие NAS OS 6, выпущенные в 2013 году или позднее. В современных сетевых хранилищах Netgear данные хранятся по-другому. Диски по-прежнему объединяются в RAID с помощью MD, но следующим уровнем является файловая система BTRFS, а не LVM. Как и все устройства данного типа, подвержены к аппаратным и программным сбоям, а также выходу из строя. Поэтому при выборе программы для восстановления данных с дисковых массивов, собранных в RAID NAS, нужно обратить внимание на поддержку файловой системы, на которой собран сетевой диск, в зависимости от типа устройства. Любое изменение уровня RAID в тома RAID NAS приводит к стиранию всех данных, поэтому для предотвращения потери важной информации нужно делать резервную копию данных на другом устройстве хранения перед изменением уровня RAID и любыми другими настройками, которые могут привести к затиранию дисков. При случайном удалении, форматировании, повреждении устройства и т.д. для восстановления данных нужен специальный софт. Далее я покажу как выбрать подходящую программу для восстановления данных с X-Ray. Сначала давайте разберем, что это за технология X-Ray, чтобы иметь базовые понятия перед выбором программы и началом восстановления. X-Ray это технология RAID с автоматическим расширением, доступная только в системах RAID NAS. С X-Ray вам не нужно знать сложные детали о RAID для администрирования вашей системы. Данный тип массива позволяет увеличить пространство для хранения без переформатирования дисков или перемещения данных в другое место. Поскольку расширение происходит в интерактивном режиме, вы можете продолжить использовать систему RAID NAS пока объем тома увеличивается. Поскольку X-Ray это архитектура с одним томом, если вы сконфигурируете свои жесткие диски для использования X-Ray ваша система хранения будет иметь только один том, состоящий из всех установленных жестких дисков. Архитектура с одним томом имеет два основных преимущества – простое управление системой и автоматическое расширение. При добавлении дополнительных дисков или накопителей больше емкостей X-Ray расширяется автоматически. С этим типом RAID вы можете настроить систему с одним диском, затем добавить второй для защиты данных и после добавлять следующие для увеличения емкости хранилища. Обратите внимание, что для обеспечения защиты от сбоя X-Ray требуется как минимум два жестких диска. Этот тип RAID использует емкость одного диска для хранения данных и резервирует емкость второго для защиты данных, что позволяет тому воссоздавать данные в случае сбоя накопителя. Как правило, общая емкость системы хранения равна емкости всех дисков за вычетом объема одного накопителя. Сейчас на экране вы можете видеть, как X-Ray использует новые диски. Первый диск, который вы устанавливаете, используется для начального, незащищенного дискового пространства. Второй диск зарезервирован для защиты данных. Информация отчетности и установка дополнительных дисков увеличивает пространство для хранения. При повторном использовании физических дисков из другой системы для увеличения емкости, все существующие данные на этом накопителе должны быть удалены перед добавлением диска в том X-Ray. Если на диске хранится важная информация, не забудь ее скопировать на другое устройство. Итак, что такое X-Ray мы разобрали. Дисковый массив создался автоматически. Теперь давайте рассмотрим, как настроить сетевой доступ к накопителю. Для этого откройте вкладку службы «Стандартные файловые протоколы». Здесь для активации FTP протокола установите напротив него отметку, а затем внизу «Применить», FTP протокол активирован. Теперь мы можем подключиться к серверу, а также добавить сетевую папку и настроить сетевой доступ к ней. Для того чтобы добавить новую сетевую папку откройте вкладку «Общие ресурсы», «Добавить общие ресурсы», «Укажите имя новой папки», «Если нужно добавьте описание и пароль», а затем «Применить». Новая сетевая папка создана. Теперь давайте настроим сетевый доступ к данному каталогу. Каталог добавлен с доступом по умолчанию. Для настройки доступа к общему ресурсу перейдите на страницу «Список общих ресурсов». Напротив новой папки кликните по сетевому протоколу, который нужно активировать. Затем измените доступ по умолчанию «Только чтение или чтение и запись». Применить. Сетевой доступ для нового каталога активирован. Теперь можно соединиться с сервером по FTP и записать информацию на диск. В данном NAS устройстве недоступна функция корзины для сетевой папки, поэтому при случайном удалении вернуть назад их не получится. Для восстановления случайно удаленной информации воспользуйтесь программой Hetman Raid Recovery. Аппаратный и программный сбой, неправильная настройка, случайное удаление, форматирование и т.п. может повлечь за собой потерю важных данных с дискового пространства NAS устройства. Для того, чтобы достать информацию, в любом из этих сценариев вам понадобится надежный инструмент. Не все программы для восстановления поддерживают данный тип RAID, поэтому при выборе стоит это учитывать. Также в большинстве поддерживающих X-RAID программ принцип поиска информации на дисках устроен таким образом, что при повреждении одного диска из массива они не работают. Hetman Raid Recovery это комплексное решение для восстановления данных с NAS, которое поможет восстановить файлы при различных сценариях. Аппаратный и программный сбой, неправильная настройка, случайное удаление файлов, форматирование дисков и т.п. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем включая системы NAS и все популярные типы RAID включая X-RAID. Принцип анализа устроен таким образом, что программа способна собрать массив X-RAID даже без одного накопителя и вы сможете восстановить с него всю информацию. Обратите внимание, что перед тем как начать восстановление данных, вы должны подготовить свободное дисковое пространство равной емкости данных, которые вы собираетесь восстановить, чтобы скопировать восстановленную информацию с массива дисков. Снимите накопители с NAS и подключите их к ПК с операционной системы. Убедитесь, что все диски распознаются в управлении дисками Windows. Для запуска кликните правой кнопкой мыши по меню Пуск и откройте управление дисками. Если вам будет предложено инициализировать диски, ни в коем случае не соглашайтесь, так как это может их затереть. Если вы пытаетесь восстановить данные с массива дисков и на материнской плате ПК, к которому вы собираетесь подключить накопители недостаточно разъемов, можно подключить на один диск меньше. Общего количества дисков NAS. X-Rate может работать без одного диска, так как на одном из них лежит информация отчетности парити других накопителей. Установите Hetman Rate Recovery на свой компьютер и запустите программу. Как я уже говорил ранее, информация распределяется на дисках следующим образом. Первый диск с системой и данными. Второй диск четности и следующие расширяют первый накопитель. В начале диска записывается служебная информация. Затем идет раздел с данными. Эти разделы объединения объединяются в составной том J-Bot, который отображается в программе как локальный жесткий диск. Вот наши диски. В начале каждого из них лежит служебная информация. Затем раздел с данными и зарезервированное свободное место. Вот второй диск Sparity и два дополнительных накопителя. И внизу отображается наш сетевой диск. Составной том из четырех накопителей. Если программе удалось его определить правильно, здесь будет отображаться его объем и тип файловой системы. Для наглядного примера работы программы я исключил первый диск. Так как данный тип RAID построен на основе J-Bot, вся информация сначала пишется на первый накопитель до его заполнения и лишь по заполнению записывается на остальные. Недостающий диск программа должна вычитать из диска отчетности, построить и отобразить разрушенный массив. Для поиска информации кликните правой кнопкой мыши по диску, открыть. Выберите тип анализа и запустите сканирование. Программа проанализирует диски и по завершении отобразит их содержимое. Как видите программа нашла все данные, которые лежали на сетевом диске. В случае с X-Rate данные остались целыми даже без одного диска. Если вы ищите удаленные файлы, они отмечены здесь красным крестиком. Для восстановления отметьте файлы, которые нужно вернуть и нажмите восстановить. Затем укажите путь куда их сохранить и кликните еще раз восстановить. По завершении процесса файлы будут лежать в папке по указанному пути. В случае повреждения двух дисков массива информацию удалось восстановить не в полном объеме. Большинство файлов будет повреждено или вовсе недоступно к просмотру и восстановлению. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.